МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ Едва появившись на свет, человек становится объектом измерения. Людям важно знать вес, рост и температуру каждого нового члена общества. Впоследствии человек сам учится измерять, сравнивать и делить. Весы, линейки, термометры, часы и счётчики – неотъемлемые атрибуты нашей жизни. Как только появились быстрые средства коммуникации, транспортные, информационные, радио и так далее, вот это-то и потребовало жёсткой увязки временной. И поэтому сейчас, если представить себе, что вдруг по той или иной причине застопорится, остановится, то это кризис цивилизации. Это кризис цивилизации. Без единых стандартов невозможен порядок. Без точных измерений невозможен прогресс. Метрология – главное поле битвы за технологией будущего. В начале 20 века инженеру Генри Лиланду, создателю Кадиллака, пришла в голову невероятная идея. Изобретатель тут же решил подтвердить своё открытие экспериментом. Он разобрал три Кадиллака до мельчайших деталей и перемешал их с другими компонентами. А затем собрал автомобили снова, доказав, что детали могут быть взаимозаменяемы. Их не нужно производить для каждого автомобиля отдельно, как раньше, если у каждой будет точный размер. История знает много случаев, когда размер имеет значение. Здесь вспоминается, как в своё время полностью сгорел город Чикаго, который, хотя и стоял на одноимённой реке Чикаго, но пожар не смогли потушить, потому что пожарные шланги были изготовлены без соблюдения единственных измерений, и они друг с другом просто не соединялись. В общем-то, вся наша жизнь состоит из измерений. Точность размеров – это прежде всего безопасность транспорта. Если фрагмент обшивки авиалайнера сместится при сборке всего на сотую долю миллиметра, трагедии не избежать. Как добиться того, чтобы этот миллиметр был точно определён? Чтобы все этапы производства использовали единые меры измерений? В каждой стране на определённом этапе были созданы меры, которые хранились в специальных учреждениях, либо в правительственных учреждениях, которые считались образец. Вот перед нами английский ярд вот здесь. Ярд – это, по легенде, расстояние от кончика носа до конца вытянутой руки короля Генриха I. А что будет, если вдруг этот ярд по каким-то причинам утратится? Стало понятно, что пользоваться эталонными мерами, которые были созданы от каких-то произвольных вещей, это неудобно. О необходимости международных единиц измерений говорили учёные разных стран. Но впервые единую меру длины предложили французы. За стандарт приняли одну сорокамиллионную часть земного меридиана, проходящего через Париж. В чём объясняли они это так? Меридиан проходит через весь земной шар. Следовательно, все страны будут иметь к этой отношению, к этой системе не так, как раньше, там, каждой своей стопой. Изготовленный в 1889 году эталон назвали метром подлинным и окончательным. Со временем оказалось, что французский метр далеко не подлинный, и уж тем более не окончательный. Сегодня от этого определения осталось лишь первое слово – метр. Метр сейчас – это расстояние, которое проходит в вакууме свет за одну, ну, единичка, делённая на 299792458 долю секунды. То есть обратная величина скорости света – метр стал связан однозначно с интервалом времени. Фактически это означает, что метр стал, перестал быть независимой величиной. Так все основные средства измерений оказались взаимосвязаны. Прежде чем определить метр, нужно договориться, что такое секунда. Прежде чем высчитать секунду, нужно точно знать скорость вращения Земли. Прежде чем сделать эталон килограмма, нужно понять, что такое кубический дециметр воды. Вообще в мире вся система мер – это вещь договорная. Человечество собралось и договорилось. Утвердив меру в качестве эталона, её нужно хранить как высшую государственную ценность. Это то, что берегут больше всего, потому что этот размер перенесётся на всё, что это предприятие выпускает. Ошибка в первичном размере приведёт к пролонгированной ошибке на всей цепочке технологической. Поскольку из отдельных деталей собираются узлы, из узлов собирается полная конструкция. Это умноженная многократная ошибка. Единые длины имеются в 89 странах мира, подписавших метрическую конвенцию. Стальные слепки этих эталонов хранятся в региональных центрах метрологии. От них идеальные размеры передаются на заводы. Наконец, каждый завод делает ещё одну копию эталона. Рабочие средства измерения. Сзади меня, смотрите, просто чудо стоит, чудо техники. Это чудо поднимает многотонные самолёты в воздух. Сам двигатель весит около полутора тонн. А точность, при которой изготавливаются отдельные элементы этого двигателя, достигает около микрона. Это очень маленькая величина. В принципе, если бы не было метрологии, этого всего бы не было. На этом заводе собирают авиадвигатели. Здесь используется полмиллиона средств линейных измерений. Каждая деталь самолёта аттестуется по сотням параметров. Масса, плотность, время оттачивания, реакция материала на перепады температуры. Но главное в любом машиностроении – это размер. Здесь перед вами представлены концевые меры длины. Храниться меры должны законсервированными в специальном масле или чём-то таком. Иначе просто начнётся коррозия, ржавение и так далее. По этой же причине меры нельзя трогать руками. В противном случае останутся отпечатки. Опять же, мера начнёт ржаветь, и размер будет утерян. Эталоны размеров на производстве применяются настолько интенсивно, что за их износом следит особое бюро технического контроля. Раз в год все средства измерений проходят обязательную переаттестацию. Бруски металла только выглядят прочными, а на деле могут деформироваться сотни разных способов. Влажность в помещении, пыль, вибрация – всё это влияет на точность размеров. У нас очень много деталей, допуск на которых измеряется микронами. В случае с производством такой степени точности, любое отклонение от эталона может обернуться фатальной ошибкой. Если измерения произведены неверно, или самолёт будет уничтожен, или двигатель откажет, в любом случае такие ситуации кончают всегда трагически. Есть несколько составляющих идеальной детали. Во-первых, точный размер. Я измеряю сначала сверху и в двух положениях под 90 градусов. Во-вторых, точность отклонения от формы. В мире микрометров любая деталь имеет собственную, уникальную форму. Три точки на плоскости, три точки на окружности и три точки на базовой окружности. И таким образом строится с тем координат детали. Диаметр шарика составляет 3 миллиметра и 2 микрона. Размеры сгибов определяются до микрона. Каждая деталь в общей системе двигателя должна находиться на своём месте. То есть модель – это, грубо говоря, эталон вот этой лопатки. То есть какая она должна быть в идеале. Вот. А и потом уже на станке, когда уже обрабатывается сама лопатка, мы вот с этой моделью сравним, машина измеряет её. После этого уже смотрим, правильно сделана лопатка или нет. Наконец, третья характеристика идеальной детали – гладкость или шероховатость поверхности. У меня здесь есть образцы шероховатости. Вот, например, получены путём точения, путём строгания. Есть практически зеркальные, зеркального вида поверхности, обработанные от полирования. Крошечный дефект может стать причиной поломки всего двигателя самолёта. Поэтому поверхность каждой детали обрабатывается так, что в неё можно смотреться, как в зеркало. Если основания или внутренние полости вот этого паза будут шероховатыми, то такой диск не имеет права на дальнейшее существование. На эти стальные диски крепятся лопатки, создающие тягу двигателя. Зубья, которые вы видели здесь, значит, они позволяют снимать с тела диска где-то по несколько сотых долей миллиметра стружки. Сначала изготавливается образец диска. Потом проверяется каждый паз. Образец прогоняют через станки, чтобы посмотреть, правильно ли примкнут к нему другие детали. Только после тщательной проверки диск идёт в сборочный цех. Авиационные двигатели могут делать только пять размеров, потому что они очень точны по своим параметрам. А точность обеспечивается, в первую очередь, метрологическими измерениями. В метрологии битва за эталон ведётся в основном лазерным оружием. Вот главное устройство, определяющее эталон длины. Интерферометр. Лазерный луч разделяется на два пучка. Каждый из них проходит различные оптические пути, попадает на отражатель и возвращается обратно. Так создаётся картина интерференции. То есть наложение лазерных волн друг на друга. Специалист передвигает каретку отражателей до тех пор, пока обе лазерные волны не сойдутся на отметке один метр. Так определяется идеальная мера длины. Сам эталон – это комплекс установок. Это не что-то конкретное, вещественное, вот как раньше было действительно. Это теперь комплекс. Сначала воспроизводится длина, а потом она передаётся данным установкам. И эти установки уже в своё время, в свою очередь, передают размер дальше. Минимальное деление обычной школьной линейки – миллиметр. Силовой микроскоп измеряет с точностью в одну тысячную миллиметра. Лазерный интерферометр – с точностью в одну сто тысячную миллиметра. Насколько точны бытовые средства измерения? Например, обычная школьная линейка. Считается, что её ошибка – полмиллиметра. Конечно, для обычных линеек такая ошибка не критична. А если мы говорим о серьёзных измерительных приборах, здесь уже ошибка должна быть существенно меньше. Сегодня длину определяют с точностью до десяти в минус десятой степени метра. Но новые технологии требуют более точных размеров. Современная микроэлектроника оперирует с объектами размером с атом. Сейчас мы уже можем измерять с точностью до нанометров и меньше. Можем буквально прощупать каждый атом и создать картину того, как расположены атомы. Так в метрологии возникает шкала сверхмалых величин. Микрометр – одна миллионная часть метра. Нанометр – одна миллиардная часть метра. Ангстром – одна десятимиллиардная часть. Попробуем представить эти масштабы. Если 60 микрометров – средняя толщина человеческого волоса, то размеры кератиновых чешуек на поверхности волоса рассчитываются уже в нанометрах. Что касается ангстромов, в этих величинах определяется расстояние между аминокислотами молекул белка, входящих в состав твёрдой структуры волос. Нанометрология – область науки, где сливаются воедино достижения генной инженерии, медицины и точнейших линейных измерений. Зная расположение атомов, мы, во-первых, можем создавать из отдельных атомов вещества, которые не существуют в природе вообще. Прежде чем перемещать молекулу, нужно узнать её точный размер. Прежде чем создавать новое соединение атомов, нужно знать их точное расположение. Использование, допустим, наночастиц в медицине неоптимальных размеров может привести к негативным результатам. Это, например, в случае доставки лекарств к поражённому органу, когда либо наночастица не сможет прикрепиться к раковой опухоли, или когда лекарств будет слишком мало. Старейшие на сегодняшний день материальные единицы измерения – эталон массы. В России копия идеального килограмма хранится в Петербургском научно-исследовательском институте метрологии имени Менделеева. Государственный первичный эталон – единица масса. Хранится в сейфе номер 12 и 26. У нас две копии. Он хранится тут в тайне для всех. Международное определение идеального килограмма не меняется с 1875 года. Килограмм определили как вес одного кубического дециметра воды при наибольшей её плотности, при температуре 4 градуса. Кубический дециметр воды из Парижской реки Сена повековечили в платино-иридиевом прототипе. Чистая платина не окисляется и имеет большую плотность и твёрдость. Но платина – не идеальный металл. Слишком чувствительно реагирует на изменения температуры. Проблему решило добавление иридия. 90% платины и 10-ти иридия стали совершенным материалом для хранения весовой гири в 19 веке. Как ни странно, этот прототип до сих пор служит всеобщим эталоном веса. Хотя его точность не столь высока, как у других, более современных эталонов. Его хранят, его любят под колпачками, чтобы не пыль, никто руками его не трогает и так далее. Но вместе с тем, вот эта макроскопическая реализация даёт серьёзное ограничение. То есть фактически, если единица времени воспроизводится с погрешностью нескольких единиц 16-го знака, то, скажем, величины типа электрические, тот же килограмм, те же тепловые величины – это что-нибудь типа 9-й, 8-й знак. То есть отличие 6-7 порядков. То есть десятки миллионов раз. Килограмм – самый проблемный эталон в мире. Несмотря на аккуратность при хранении, сверхпрочная гиря постепенно меняется в весе. За последние 100 лет относительно международного эталона, международного прототипа, который хранится в Париже, наш эталон изменился на 30 микрограмм. С поверхности металла происходит испарение. Механический износ. На металл осаждаются атомы кислорода, водорода, тяжелых металлов. Пока мы используем этот прототип, этого не избежать. Чем грозит отклонение от эталона веса на 30 микрограммов? Что такое 1 микрограмм? Тысячная доля миллиграмма или миллионная доля грамма? 500 микрограммов яблок – это 1 кубический миллиметр. То есть примерно вдвое меньше булавочной головки. В сфере бытовой торговли таких изменений никто не заметит. Другое дело – фармацевтика. Представляете, если ошибка при изготовлении лекарства будет на 1 миллиграмм, какие могут быть последствия? Как же ученые будут определять малейшие дозы вещества, если эталон уже не может служить основанием для современных расчетов? Ученые всего мира работают над созданием обновленного эталона массы – шара из сверхчистого кремния. Кремний имеет идеальную кристаллическую решетку. С помощью силовых микроскопов метрологи определяют точное количество атомов в 1 килограмме кремния. Точное количество атомов и массу одного атома можно будет в любое время создать эталон в любом месте, что основное для метрологии. Современный человек ежеминутно сталкивается с работой сложнейших метрологических устройств, даже не подозревая об этом. Мобильная связь. Вот мобильный телефон. Кто задумывался, почему оно работает? Кнопочку нажал – работает. Для того, чтобы мобильная связь работала, вот эти станции сотовые, вот эти вышки, которые люди все видят, должны быть жестко синхронизованы между собой, то есть увязаны по времени. И эта увязка по времени для обеспечения работоспособности мобильной связи – это миллионные доли секунды. Люди измеряли время по обращению небесных светил до середины 20 века. Но такой способ оказался далеко не идеальным. Земля потихоньку замедляется в своем вращении. Это нормальный процесс. Ну, вы все видели, скажем, детскую юлу. Вот вы ее завели, и вот она – жжи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Ну, и так потихоньку-потихоньку, медленнее-медленнее, и потом болтых и упала. Вот. С землей происходит точно то же самое. Более того, она вращается не совсем равномерно. То есть, грубо говоря, то побыстрее, то помедленнее. Перед метрологией встал вопрос, как вычислить и сохранить точный интервал времени. В 1967 году был создан новый эталон. Это 9 миллиардов, 192 миллиона, 631 тысяча, 770 периодов излучения атома Цезия-133 в основном состоянии. Когда столько периодов излучения отсчитают, это и есть одна секунда. И есть устройства, конкретные приборы, физические установки, которые это реализуют. Не каждый атом подходит в качестве основы для атомных часов. Отбираются только вещества, нечувствительные к внешним воздействиям. Лучше всего с этой задачей справляется Цезий. И сегодня характеристики всех стандартов времени сравнивают с колебаниями атома этого вещества. В России главный эталон времени хранится в Подмосковном научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений. За определение точного времени отвечает сложнейший комплекс приборов, хранителей частоты и шкал времени. То есть с нейтрологической точки зрения это идеальная система, с помощью которой можно построить идеальнейшие оптические часы. Российский эталон времени входит в группу лучших мировых эталонов. Его относительная погрешность не более одной секунды за полмиллиона лет. Знаки, которые сейчас уже получают на таких оптических стандартах, они уже невероятны даже для слуха метрологического человека. То есть это уже сопоставимо с временем жизни нашей Вселенной. То есть это уже что-то невероятное. Только изобретение атомных часов позволило создать сложнейшие системы навигации – GPS и GLONASS. Для того, чтобы передвижение на дороге было удобным, система должна определить положение машины в пределах одного метра. Метр для спутника – это три миллиардные доли секунды. С такой невероятной скоростью идет обновление информации о передвижении автомобиля. Вот нарисовано. Это вот сигналы системы GPS. И вот спутник 11, 24, 8, 18, 9, 26, 27, 15, 28. Вот это одновременно он принимает сигналы этих, ну сколько тут, 8 или 9 спутников. 8 спутников. Все это посекундно регистрируется. Это приемы нашей стороны. Аналогичные приемы есть у других лабораториях. При помощи сигналов спутников метрологи всего мира обмениваются данными о точном времени. Установки фиксируют разность показаний часов лаборатории и спутника. Затем данные всех лабораторий сличаются специальной программой. В результате получается синхронизированное международное атомное время. Подмосковный спутниковый комплекс осуществляет передачу данных в космос с погрешностью всего в одну наносекунду. То есть в одну миллиардную часть секунды обычной. Вот этот комплекс, он даже для Европы уникальный. Когда мы сообщили на конференции о том, что мы являемся обладателями этого, грубо говоря, европейские лаборатории записывались в очередь. Ребята, приезжайте, ворота откроем. Мы очень заинтересованы, чтобы вы к нам приехали и откалибровали. Возможно, новый эталон времени будет основан на частоте атомов стронция. В погоне за точностью выяснилось, что атомы этого вещества охлаждаются лучше, чем атомы цезия. Подсчитанные колебания атома не только определят новую сверхточную секунду, но и помогут решить множество проблем квантовой физики. То есть это система, которая в будущем может исследовать свойства нашей Вселенной вплоть до гравитационных волн. Если вот это облако атомов, которое здесь находится, поднять одно над другим, то есть два облака получить, то есть одно облако будет иметь частоту немножко другую, которая будет зависеть от гравитационного поля. То есть начинают исследовать уже физические свойства нашего мира. Так измерение элементов материи открывает тайны огромной Вселенной. С помощью приборов, лазеров и микроскопов открываются возможности, казавшиеся невероятными еще полвека назад. Прогресс зависит от метрологии. Ведь движение вперед – это точность эталонов. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ